Здравствуйте, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. Сегодня тема военной спецоперации на Украине без преувеличения касается каждого из нас. В наших новостных выпусках, в сюжетах, в недавних выпусках программы «Патрульная служба» мы рассказывали о том, с чем пришлось столкнуться жителям Юго-Востока Украины. Точнее, они сами, как говорится, из первых уст свидетельствуют о том, что они переживали в последние годы, как их, по сути, уничтожала своя же украинская армия, как их государство поражало их в правах, принуждало отказываться от родного для них русского языка, как промывало мозги их детям в школах, обучая их по чудовищно исковерканным извращенным программам, как назойливо, жестко и при этом изощренно усилиями Запада под боком у нашего государства лепилась анти-Россия. Я напомню, что это говорят сами люди, простые и несчастные жители ДНР и ЛНР, те, кто годами все созерцал своими глазами. Для них совершенно очевидно, что западные авторы проекта «Анти-Россия» так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменная установка на разделение с Россией, на вражду с ней. Наш президент Владимир Путин констатировал, что в этом проекте Запада нет места для суверенной Украины. Сегодня на самой Батькивщине общество расколото, как и сама по себе Украина. По сути, там три страны с неоднородным этносом, по-разному ориентированным. Есть прорусский, всегда тяготеющий к нам юго-восток, который, очевидно, власти незалежной решили пустить в расход. Есть центральная часть, это, собственно, и есть Украина, те самые мазанки, вышиванки и горшочки с борщом. Ну и есть западная Украина, Прикорпатья, Львовщина, это часть исторически-этнически-культурологически, ну и географически, понятное дело, ближе к сопредельным западным странам, Польши, Австрии, Венгрии. Там всегда очень чувствовалось влияние этих экономически более сильных соседей. Ну, наверное, тот, кто там бывал, пожил в тех местах, знает, что это именно так. В основном эти регионы и транслируют русофобскую повестку, генерируемую западными технологами. Естественно, что именно эта парадигма поддерживается официальным Киевом в лице президента марионетки Зеленского. Один из главных публичных стимулов для прозападной части украинского общества это, по сути, добровольная колонизация Украины. Они готовы на все, чтобы стать частью Европы, кормиться от ее щедрот, пользоваться создаваемыми на Западе благами. Однако бал правят, как известно, не колонии, а те, кто ими владеет. И такой хозяин всегда стремится выжить из захваченных территорий максимум пользы для себя, а не облагодетельствовать народ их населяющий. Да, поначалу, скорее всего, поманят призрачными перспективами на сказочную жизнь, но через какое-то время все это неминуемо рассыплется и начнется суровая правда жизни. Помните, как месяца полтора назад я говорил, что экзальтация западного общества относительно несчастных беженцев с Украины скоро не просто спадет, а сменится разочарованием и даже раздражением? Так оно и вышло. Теперь им срезают пособия, пока еще предоставляют ночлег, но все чаще не удовлетворяющий их требованиям. В западной прессе все чаще мелькают довольно грубые карикатуры с изображением наглых свиней. Аллюзия всем понятна. А самих беженцев характеризуют и воспринимают как бешенцев и уже начинают потихоньку выпроваживать назад. Потому что никому они там не нужны, и никто не собирается их на халяву пожизненно содержать и кормить. А работать за гроши на самых черновых работах эти беженцы и сами в массе своей не хотят. При этом слепая и априорная вера многих украинцев в то, что Европа их облагодетельствует, настолько сильна и одновременно ненависть к России настолько люта, что даже будучи вышвырнутыми пинком под зад на Ридну Батькивщину, многие из них снова готовы скакать и зиговать на своих майданах. Конечно, на радость кукловодам из США, надо заметить. Ну а эти наши партнеры под сурдинку все эти годы безостановочно обделывали свои делишки, обкладывая нашу страну натовскими базами. Россия терпела до последнего. Пожалуй, даже слишком долго терпела. Это все на меня напоминало такую картинку, когда в наш дом из-за океана с какого-то перепуга приезжает какая-то группировка и под видом заботы о нашей же безопасности сначала обкладывает дом соломой, потом поливает бензином, потом начинает связывать хозяев и уже тянется за пистолетом, чтобы приставить его к виску. И тогда уже о чем-то поговорить, а точнее продиктовать свои условия. Президент России еще в декабре прошлого года сказал, что наша страна на таких условиях переговоры вести не будет. Началась спецоперация. Это, по сути, стало горячей фазой давней прокси-войны, инициированной коллективным Западом на украинском плацдарме. Потом было несколько попыток организовать переговорный процесс, но он всякий раз заботливо в нужный момент срывался по команде из-за океана. Сегодня многие из нас задаются двумя главными вопросами. Когда и чем завершится спецоперация на Украине? По поводу сроков, один из высокопославленных ее участников на днях приблизительно назвал возможную дату – конец текущего года. Посмотрим. А вот что касается итогов, то здесь однозначного ответа нет, да и, наверное, быть не может. Ситуация находится в постоянной динамике, беспрерывно появляются новые условия и вводные. Но главное очевидно – наша армия, силы ДНР и ЛНР, методично и неуклонно выполняют поставленные задачи под деноцификацией территорий пораженных вирусом коричневой чумы. Вот те, кто хочет от нее выздороветь, прилагает к этому усилия, стремится к этому, с благодарностью принимает помощь от нашей страны, те излечатся и начнут восстанавливаться. Ну а те, кто погряз в ереси и, купившись раз на фальшивые обещания, снова и снова продолжает слепо вестись на откровенный разводняк, кто захлебывается от какой-то уже девиантной, патологической ненависти ко всему русскому, тот, что ж, пусть попробует идти своей дорогой. Эти уже, похоже, неоперабельны. Ведь, как сказал один европейский классик, ничто не в силах помочь пациенту, который сам обрек себя на заклание. С вами был Дмитрий Нечаев. Всего вам доброго.